Балдис. Стабурага Берми. Детство у Стабурага. Картины из жизни на лоне природы. Сокращенный перевод с латышского Ольги Баладите. Читает Евгений Браздор-Пружковский. Павос Аарис. Весна. Глава первая. В имении Виганте, в границах которого расположен Стабурагс, перед Юрьевым днем все взбудоражились. Дело само по себе было совсем незначительным. Не было с ним связано, как это случается в Юрьев день, ничего печального. И все же о нем судили и рядили и стар, и мал. Очень уж необычным оно было. Прямо до смешного. Барыне, жене управляющего, пришло в голову не то улучшить, не то увеличить птичье хозяйство в имении. Против подобного замысла возражать не приходилось. Скорее, надо было удивляться, что эта стоящая мысль не возникла гораздо раньше. В Виганте были большие и чистые пруды, в которых вода никогда не высыхала. Она не спадала даже в самое сухое время, хотя расположены они были высоко-высоко на берегу, выше уровня Даугавы. Их постоянно наполняли и теперь еще наполняют видимые и невидимые ключи, которых очень много в пределах имения. Но нанимать и оплачивать специального человека для ухода за гусями и утками, которые целый день только и плещутся в воде, ловя головастиков и мальков за курами, вечно копошащимися под заборами, это просто неслыханно. Какой это уход нужен за таким хозяйством? Разве кур нужно купать и чистить, как лошадей, а гусей или уток кормить и доить, как коров? Разве те пригоршни зерна, которые ключница утром и вечером бросала курам и воробьям, она и впредь не может бросать? А уж в каких зарослях крапивы нужно искать те несколько яиц, которые иногда относят барыня? Это ведь ключница тоже знает лучше всех. Для чего же нужен специальный человек? А теперь для этой пустяковой работы, сведомя и согласия самого барона, хотят нанять одного взрослого, а нет, даже целых полтора человека. Ведь это же такая глупость, что нормальный человек не может не засмеяться. Маленький сынишка садовника Янцис тоже, конечно, не раз слышал едкие замечания и рассуждения об этой странной прихоти барыни, но у него лично были свои особые соображения и планы, особенно в отношении ожидаемой половины человека. И поэтому в Юрьев день рано утром он уже стоял в комнате вновь нанятой работницы у кровати, где сидел Марч, так звали неведомую доселе половину человека, и допытывался у него. — Ты уже был у липового ключа? Ответа не последовало. — Ох, какой же ты глупый! Пойдем, покажу! — А? Это был первый звук, вырвавшийся изо рта Марча, так же широко раскрытого, как и его мечтательные голубые глаза. Марч сидел на небольшой узкой кровати матери, свесив с нее ноги. Одеяло было помято, видно, мальчик до этого валялся на кровати. Ноги у него уже не раскачивались и не без причины. Казалось, что и они участвуют в решении важного вопроса, который, судя по тонкому и длинному носу, а нос вел себя не как обычно, не слышалось больше его продолжительного сопения. И так, судя по носу, вопрос решался в голове, где мысли находились в странно возбужденном состоянии. Волосы у Марча были светлые, почти совсем белые. Еще не придумали тот инструмент, с помощью которого эти волосы можно было бы привести в порядок. Гребешка в заботливых руках матери они слушались, но лишь на короткое время. Потом они снова сами собой свивались и перепутывались, как солнечные лучи в липовом ключе. Это были прямые волосы, абсолютно прямые, но и упрямые, своенравные. — Ну, надевай шапку, пойдем. — А? Шапку? И так, два звука и целое слово. Марч встал и внимательно посмотрел вокруг. Вдруг он плашмя бросился на кровать. — Что ты, Марч? Ты не спать ли опять укладываешься? На этот раз в ответ не раздалось ни одного осмысленного звука. Судя по тяжелому дыханию Марча, надо было полагать, что Марч спать не хочет, но делает какую-то трудную, непосильную работу. — Есть! — радостно прозвучало с кровати, и прежде чем Янцис успел спросить, что есть, Марч, тяжело вздохнув в последний раз, уже вытащил из-за кровати помятую пыльную шапчонку и напялил ее на голову. Все это стоило Марчу неописуемых трудов, потому что, когда он, наконец, осторожно сполз с кровати и встал перед Янцисом, гордо и вопросительно глядя на него, его нос сопел, как кузнечные меха. Мальчики вышли из комнаты в большую кухню, где стояли две огромные катки с водой. Марч остановился в одной из них. — Ну, идем же! — раздосадованно воскликнул Янцис. — Я хочу пить! — раздался плаксивый голос Марча. Он с отчаянием смотрел на большой ковш, и хотя кадка была полна почти до краев, все же ничего толкового ему не пришло в голову. Он то сердито поглядывал на этот упрямый ковш, то жалобно на Янциса. Опасение его тут же оправдалось. С непонятной для Марча быстротой Янцис схватил его за полу куртки и стремительно потащил к двери, строгим голосом наказывая — Оставь! Это речная вода! Напьешься у ключа! Там вода гораздо лучше! Идем же, наконец! Марчу не совсем еще было ясно, как эта одна вода может быть лучше другой, но он очутился на дворе. Мальчики повернули направо и через калитку вышли на берег Даугавы. — Смотри, там у балкона грушевое дерево, — рассказывал Янцис, показывая направо. — Мой папа говорит, что во всей Курзоме нет другого такого дерева. Плохо только, что груш нельзя достать. У окна всегда сидит старая барышня. Она увидит. Вечером и утром она сама их собирает. Трясти нельзя. Папс говорит, что тогда ломаются сучья, а они еще дороже груш. Но... — Кто это, папс? — спросил Марч, и в ожидании ответа разинул рот. — Папс? — повторил Янцис, широко открытыми глазами, глядя на Марча, не понимающего таких простых вещей. — Папс! — Это мой папс, папа. Ну, садовник. — А-а-а! И мальчики пошли дальше. — Видишь, — снова сказал Янцис, — там в земле ледник, и большой куст перед ним — это розовый куст. — Но он ведь каменный, — заметил Марч, видимо, имея в виду ледник. — Ну да, там держат только лед. Да ведь леду хватает на пруду. — А летом? — с чувством превосходства спросил Янцис. На этот раз Марч забыл свое обычное «а». Видимо, он восхищался логикой мыслей своего спутника. Возможно, Марч в душе сомневался в честности намерений своего нового друга. Во всяком случае, его взгляд довольно тревожно скользнул по затылку и спине Янциса, как бы спрашивая, для чего ж летом лед? Но спина Янциса, видно, была бесчувственной. Он болтал уже о другом. — Там, наверху у стены, большое развесистое дерево. — Ты видишь? — спросил Янцис, видя, что Марч, все еще думая про лед, смотрит не направо, куда показывал Янцис, а прямо ему в глаза. — Это липа. Там стоят пушки. Барон велит из них стрелять, когда рижские господа едут по Даугове. — В них Янцис имел в виду пушки папа насыпает по три стакана пороху. Вот грохочут-то. Я всегда затыкаю уши, боюсь. А когда разожму, берега все еще грохочут. Не знаю, как это рижским господам в лодках не страшно, что берега обрушатся. Хотя папс говорит, что это грохочет эхо, а не берега. Тут Янцис остановился. Он совсем не заметил, что большое расстояние прошел один. Марч стоял на пригорке, повернувшись в сторону липы и думал не то об этом стройном дереве, не то в оршинных пушках, которые на таком небольшом расстоянии должны были быть видны. И все-таки Марч их не видел. Он только что собирался с подозрением взглянуть на своего легкомысленного друга и вернуться на кухню. Он уже немного повернулся в сторону Янциса, когда неожиданный сильный рывок за полукуртки заставил ноги Марча необычайно быстро передвигаться. Ему только показалось, что еще чьи-то ноги стучат в такт по ступенькам, полукругом, вдающимся в берег. А потом он услышал лишь громкий веселый смех и засмеялся сам. — Вот теперь мы на берегу! — тяжело дыша, — воскликнул Янцис. Полукуртки Марча он все еще держал в руке, будто боялся, что тот снова затаскует по кухне и материной кровати. Но Марч только пыхтел. Судя по тому, как блестели его глаза, небольшая пробежка вселила энергию не только в его грудь, но и в голову. — Куда ведет эта дорожка? — вдруг спросил он, когда путешественники дошли до места, где от прямой дорожки направо ответвлялась другая. — Она ведет к беседке, потом по берегу Даугавы вверх, мимо винокурни, нашего сада. Ох, и сливы там! Через речку, в осенник, мимо бани, к дороге и мельнице! — болтал Янцис, совершенно не подозревая, что Марч толком и не слышит этого описания. Его мысли зацепились за беседку. — А что это такое? — спросил Марч. — Что? — Ну, это беседка. — Ну, и глубже ты. Не знаю, что такое беседка. Ну, смотри сквозь кусты. Видишь, белые столбы с круглой крышей над ними. У столбов скамейки. Ну, это и есть беседка. — Где ты жил до сих пор? — совершенно серьезно спросил Янцис. Ему была непонятна недогадливость Марча. — В Сарканмуйше. — Там, где живут испольщики? — Ну, да. — Что ты там делал? — Я — Ничего. — Бегал. — Летом бегал на пастбище с мальчишками или с матерью на работу. — А отец? — Отец? — Ну, да. — Разве отец ничего тебя не заставлял делать? — У меня вовсе нет отца. — А, у тебя отец умер, печально произнес Янцис. — Тебе его жалко? — Конечно, жалко. У других есть, а у меня нет. Янцис ожидал потока слез и собирался присоединиться к ним. А Марч и не думал плакать. Его мечтательные глаза блестели живо и уверенно. — Мать говорит, что у меня вовсе не было отца. Другие говорят, что мой отец роет золото в Америке. Да мать ведь лучше знает. — А зимой мать тебя учила грамоте? — Грамоте? — Нет. Я же еще маленький. — Сколько же тебе лет? — Я не знаю. Мать говорит, что шесть. — А мне семь, — хвастливо сказал Янцис, радуясь, что он старше и впредь во многом будет иметь преимущество. — Я уже читаю Ветхий Завет про царя Саула. — А это вот и есть беседка, закончил Янцис, показывая левой рукой на живописную беседку с длинным шестом на крыше. Когда у барона гости, там поднимают красивый флаг. Так, болтая, мальчики перешли к месту, где начинался спуск к липовому ключу. мальчик, по мальчику. Продолжение следует...